Доброе утро, дорогие друзья! Вас будут радовать два ведущих – Александр Скачев и Ирина Борилюк. Я бы сказал, не столько даже радовать, сколько развлекать. Ну и, собственно говоря, каких же развлечений ждать от сегодняшнего эфира, давайте узнаем из следующего сюжета. Смех до слез, заряд хорошего настроения. Как прошел полуфинал чемпионата официальной Крымской лиги КВН? Маленький да удаленький. Как выглядит микроскопический зоопланктон? От которого зависит состояние экосистемы Черного моря. Юные и артистичные. В Крыму стартовал конкурс «Таланты». Как прошли кастинги и чем радовали участники? Перцовый баллончик или неожиданный прием. Как обезопасить себя от нападения, если придется дать отпор злоумышленнику? 194 года назад родился австрийский композитор, король вальса Иоганн Штраус. Об этом и многом другом в эфире информационно-развлекательного шоу «Утро нового дня». На часах 7.01. А это значит, что пора рассказать вам, что же подготовили наши коллеги с телеканала «Крым-24». Стоянка запрещена. Автомобили на зеленых зонах, у детских площадок, на тротуарах и проезжей части. Жители Крымской столицы паркуют своих ласточек и железных коней, где придется. Это затрудняет движение и представляет опасность для пешеходов. Как власти контролируют ситуацию и как наказать нарушителей? В сюжете Алины Баклановой. К девятиэтажке на улице Ракетной в Симферополе, где живет Максим Панченко, не пройти, не подъехать. Все заставлено машинами. У жителей нет выбора, ведь на отведенном месте помещается только пять автомобилей. Те, кто без колес, смириться с ситуацией отказываются и изобретают методы борьбы. И разговорами, и криками. Лично мою машину один раз забросали помидорами, вышел с трапа ехать на работу, а все лобовое, крыша, все в помидорах. Такая же ситуация на улице Белокуна. Рядом с высотным домом – школа. И жители, и родители учеников борются за право поставить машину. Где увидел свободное место, там и припарковался. Как вы видите, возле обочины все автомобили, поэтому не проехать, не разминуться двум машинам не представляет возможного. Помимо спальных районов, от машин в неположенных местах страдает и центр Симферополя. На этой улице Крымской столицы нередко случается транспортный коллапс. Водители оставляют свои легковые автомобили на обочинах и без того узкой дороги. На время ремонта улицы Александра Невского сюда запустили больше десяти маршрутов, на которых в том числе курсируют и крупногабаритные лиазы. На газоне возле площадок на обочинах проезжей части симферопольцы не заботятся о законном месте для парковки. В администрации говорят, это категорически запрещено. Ситуацию контролируют, реагируют на жалобы, но каждого за руку не поймать. Граждане пишут обращение либо в департамент, либо на главу администрации города Симферополь. Пишут обращение о том, что им мешает автомобиль стоять, проходить по пешеходному тротуару. Мы выезжаем тогда в рейд, специалисты наши выезжают, делают фотофиксацию правонарушения с привязкой к определенному дому. Устанавливают владельца, вызывают департаменты, накладывают административное наказание от двух до ста тысяч рублей. На проезжей части улиц работают сотрудники ГИБДД и эвакуаторы. Тем, кто не соблюдает правил парковки, придется искать свой транспорт на штрафстоянке. Алина Бакланова, Сеть Мемет, Кокчиев, Новости 24. 107 улиц Симферополя с начала года зажглись благодаря новым фонарям. Обычные лампы накаливания на столбах сменили современные светодиоды. Они ярче и дольше служат. Какие еще особенности у новых осветительных приборов и где вскоре они появятся еще? Вероника Посяковская прошла по темным и светлым улицам столицы. На часах 20.00 свое название улица Белая в Симферополе не оправдывает. Вокруг черным черно. Только автомобильные фонари прорываются сквозь темноту. Они освещают путь тех, кто только добирается домой с работы. Петр Конев знает на собственном опыте. Без приключений дорога может не обойтись. Я еще иногда по ночам хожу и, честно сказать, пару раз довольно круто споткнулся. Там же на плато еще люди живут. Вот те дети ходят. Странно, как они ходят вообще. И как дальше это будет. На улице Лесной снимаем днем. Теперь здесь могут ходить без опаски те, кто боится. Электрики обновляют систему освещения. После демонтажа старых фонарей на столбе появляются вот такие новые. Вместо обычных ламп светодиодные. Они намного ярче освещают улицу и служат дольше. Александр Милосердов привык работать на высоте. Кстати, для этого нужен специальный допуск. Спустившись к нам, рассказывает об особенностях новых фонарей. Здесь стояли СПО. Это были простые лампочки. А теперь будут ледовские фонари. Это 60 ватт. Он выдает 60 ватт фонарей. Он выдает насыщенность. Он освещает полностью всю дорогу. Лампочка не дает такого пространства, как дает вот этот ледовский светильник. У него, видите, увеличительное стекло, которое увеличивает свет. Вышла из тьмы и улица Шалфейная. Здесь тоже устанавливают светодиоды. Работает современная техника. У муниципального предприятия «Город» в планах и другие районы Симферополя. С начала текущего года работы производятся и производились на 107 улицах. При этом полностью восстановлено освещение на порядка 45 улиц. На остальных улицах продолжается замена аварийных опор, замена воздушных линий, ну и, собственно говоря, замена самих светильников. Охватили практически все районы города. Это улица района Марьино, это улица района Залезской, также Москальцо, ну, собственно говоря, Красная Горка, улица проспекта Победы. Что же касается, например, улицы Белой, в этом году освещение на ней проводить не планируют, но местные жители могут подать заявку на установку новых фонарей, чтобы в следующем году ее взяли во внимание. Вероника Посековская, Олег Черемесин, Владислав Кравцов. Новости 24. На радость детям и родителям. В поселке Новофедоровка Сакского района открыли детский сад «Сокол». Он сможет принять 350 малышей, в том числе в ясли. Современная спортплощадка, развивающая игрушки. Чем еще готовы удивить воспитанников, расскажет Дмитрий Попов. Ой, ой, вот и получилось. Еще до церемонии открытия дети тестируют новые площадки. Кирилл, Семен и Марк уже подружились. Для Александры, мамы Марка, сегодня праздник. Теперь, пока малыш в детском саду, у нее будет больше времени. На хозяйственные дела по дому. Может быть, устроюсь на работу. Мама, я хочу! Наконец-то. Детский сад «Сокол» расправил крылья недалеко от военно-воздушной базы. Концертная программа соответствующая. Первым делом, первым делом самолеты. Ну, а девушки, а девушки потом. Детский сад мог заработать еще в прошлом году, но подрядчик недобросовестно выполнил госзаказ. Территорию пришлось благоустраивать повторно. Также был проведен ряд работ, связанных с покраской стен, по новой, с пастилом ковролина на втором этаже. Работы были связаны с отделкой. Недостатки уже исправили. На строительство и благоустройство детского сада потратили 370 миллионов рублей. Позаботились буквально о каждой мелочи. Есть здесь свой парк-миниатюр с мельницей, небольшим озером, мостиком и домиком, о котором в наше время можно было только мечтать. Поселились в нем и первые ребята. Привет! Спортивная зона – одна из лучших в Крыму. Тут есть конструкции на любой вкус. Все они прочные и безопасные. Здесь есть у нас и футбольное поле, и навесы для занятий в непогоду, и песочницы, и спортивное оборудование, и современное резиновое покрытие. Действительно, хороший детский сад. Пищеблок уже ждет поваров. Для их работы все готово. В этой емкости готовят супы, работает она автоматически. Главное – правильно выставить программу. А это всем привычные плиты и духовки, например, для готовки пирожков или котлет. А это аппараты для самых маленьких. В них готовят на пару. В комнатах ребят уже ждут игрушки. Для девочек – салоны красоты. Для мальчиков – автопарк. Есть и развивающие игры. Красные, да? Да. Всего тут будет 16 групп. Среди воспитателей есть местные, а есть и с материка. У нас и подрастающее молодое поколение, и аксакалы, так скажем, которые учат молодежь воспитывать наших деточек. Ну как, коллектив дружный? Коллектив у нас дружный. А сейчас мы у них спросим. Девочки, а вы у нас коллектив дружный? Да! В сад смогут ходить 350 малышей. Сейчас группы заполнены на 70%. Но вскоре картина изменится. Все, кто ездил в городские дошкольные учреждения, под свое крыло возьмет сокол. Дмитрий Попов, Анатолий Агеев. Новости 24, Новофедоровка. К этому часу были все события. Мы обязательно будем продолжать следить за тем, что же происходит у нас на Крымском полуострове. А тем временем... Саша, какой сегодня день предстоит? Самое главное, наверное, быть к нему готовым. Абсолютно верно. Именно поэтому вам столько сегодня замечательных новостей рассказала Ирина. А я ей даже немножко завидую. Но тоже кое-что у меня есть для вас. Новости. Что же с собой взять? Как подготовиться к сегодняшнему дню? Я имею в виду, в первую очередь, конечно, погоду. Давайте узнаем, какова сегодня атмосфера вокруг Симферополя и других городов Крыма. Симферополя 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 Севастополь. 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 Очень интересная новость, которую предлагаем вам посмотреть в качестве небольшого видеоотрывка. Итак. Ну что ж, жутковатые, но реалистичные сумки и аксессуары, которые создал известный японский дизайнер Амадзаку. Амадзаку. Вот такое интересное имя. Скалопендры. Жуки. И даже, можно сказать, мусоргского блоха. Самое интересное, что у него нет отбоя от клиентов, Потому что пользуется спросом, вот такой вот креатив, и в то же время зрелище, конечно. Трилобиты всякие. Ну, в общем, явно он увлекается энтомологией. Потому что надо отметить, что все они выполнены почти идеально точно, со всеми анатомическими пропорциями и всеми, как называемыми, килицерами и педипальпами. Так называются все эти отростки у насекомых. Он очень постарался. Надо же было придумать такую идею и, конечно же, ее воплотить. Это однозначно мастерство, которое заслуживает внимания. Поэтому, если вы вдруг хотите все-таки заполучить себе такой аксессуар, вам нужно отправляться в Японию. Путь не близкий, надо сказать, и вам наверняка пригодится следующая информация. Я имею в виду курс валют и топлива. Потому что ехать далеко, сколько вам придется потратить денег, пожалуйста, посчитайте. А потом, может быть, нам в комментариях, в социальных сетях расскажете. Итак, сегодня один литр газа стоит 22 рубля 88 копеек. Дизельного топлива 50 рублей 42 копейки. 92-го бензина 44 рубля 79 копеек 95-го. 49 рублей 23 копейки. 98-го 56 рублей 53 копейки. Но если вы все-таки направляетесь в Японию, то, конечно же, вам пригодятся и валюты. Потому что доллар сегодня будет стоить 63 рубля 86 копеек. А евро 71 рубль и 14 копеек. Обе валюты за последние сутки сдали в позициях порядка 5 копеек. Немного, но все же новость радостная. Надеюсь, Ирина, она и тебя немножко порадовала, потому что если вдруг ты решишь разбить свою свинку-копилку, то будешь знать, на что можно рассчитывать. Вот возьму на заметку и сегодня же приобрету свинку-копилку, чтобы было что потом разбивать. И я думаю, что это будет очень кстати. Потому что это будет наверняка яркое событие в твоей жизни. Разбитая копилка, откуда вывалятся миллионы. Вот миллионы прям просто. Ох, Ира, не застало ты то время, когда мы зарплату получали миллионами. Я помню, у меня, да, было такое время, была зарплата у меня 3 миллиона в начале 90-х. Ну, до времена давно забытые уже. Но тем не менее, события, которые происходят, они отлагаются в истории в виде нашей летописи. Давайте узнаем, чем сегодняшний день интересен из рубрики «Хронограф». 25 октября 1825 года родился Иоганн Штраус-младший, выдающийся австрийский композитор, дирижер. За многочисленные танцевальные сочинения, ставшие олицетворением эпохи, музыкант получил негласный титул «Король вальса». Перу автора принадлежит 168 вальсов, 117 полек, 73 кадрили, 31 мазурка, 15 оперет. Будущий мэтр родился в семье известного австрийского композитора Иоганна Штрауса-старшего. Отец юноши был противником музыкального образования сына. Будущего наследника он видел финансистом, однако при содействии матери Иоганн-младший тайком овладел нотным искусством. Позднее, когда глава семьи узнал об этом, то лишил детей наследства. Творчество будущего «Короля вальса» быстро набирало популярность в Европе. В 1856 году Штраус приехал в Россию и надолго здесь задержался. С необъятной его связывал не только творческий контракт, но и любовные узы. В течение пяти лет композитор переживал нежные чувства Кольге Смирницкой, однако родители девушки препятствовали браку. Вернувшись в Вену, с середины 1860-х годов наступил расцвет штраусовского гения. В этот период созданы бессмертные хиты. На прекрасном голубом Дуная 1866 год и сказки Венского леса 1868. Лучшие опереты «Летучая мышь», «Цыганский барон», «Индиго» и «Сорок разбойников», звучащие на лучших мировых сценах по сей день. Ну что ж, сейчас в соцсетях активно обсуждается такая новость, и даже я бы больше сказала вопрос, который я бы тоже хотела США светить и обсудить с тобой, что в России идет работа над возможностью поступления в ВУЗы через интернет. Как ты думаешь, это насколько актуально и, в принципе, возможно ли вот так вот поступить? Не прийти, не сдавать тесты, как мы это делали, не готовиться к экзаменам, а вот каким-то таким волшебным образом, ну ладно, не волшебным, а техническим образом через интернет поступить в университет? Я, как человек старой закалки, считаю, что все это, конечно, от лукавого, и ничто не заменит живого общения на экзаменах. Я вот, например, сдавал, разумеется, устный экзамен, письменный, мы писали от руки задачи, все как положено, общались с преподавателями, и мне кажется, что все эти тесты – это что-то… Ну, впрочем, я не судья в этих вопросах, а, безусловно, тем, кто управляет Министерством образования, виднее. Быть может, действительно такая система в нашу электронную эру, в цифровую эру гораздо более удобна. А ты что думаешь на этот счет? Говорят, что вот такая возможность поступить в институт через интернет упростит работа, в принципе, с документами, ну, упростит сам этот процесс. Я никак не отношусь, возможно, где-то это будет легче, но я тоже, как и ты, старые закалки, выучить, прийти, рассказать, ответить, чтобы, так сказать, воочию видели, на что ты стоишь, чего ты стоишь, да, что ты знаешь, чего не знаешь. Ну, а там уже как сложится, и будем надеяться, что только в лучшую сторону. А прямо сейчас я предлагаю переместиться к нашему мобильному корреспонденту. Видишь, все-таки плюсы от медиа есть еще и в том, что… А вот, к сожалению, мне ангелы нашептали на ухо, что интернет, к сожалению, вновь подводит нас. Вот, собственно, о чем и речь. А как поступать тогда в институт? А как поступать с таким интернетом, да. Поэтому, дорогие друзья, наш корреспондент обязательно подключится, но чуть-чуть позже. А пока предлагаем вам посмотреть… Посмотреть интересный сюжет, который… Очень интересный сюжет, который лично меня заделал до глубины души, потому что проблемы экологии – это проблемы не какие-то иллюзорные, а проблемы абсолютно каждого человека, которые рано или поздно коснутся его. Давайте посмотрим, в чем же сюжет. Клады и исторические артефакты, рыбы и черепахи – и то, что можно разглядеть только под микроскопом. Что видит человеческий глаз? Лишь прозрачную гладь бухты, киснующих туда-сюда маленьких рыбок. На самом деле, лишь в одном миллилитре морской воды живет более миллиона бактерий и около 10 миллионов вирусов. Среди такого богатства одноклеточных рождается, влюбляется, размножается и умирает маленький зоопланктон с необычным названием капипод. Это микроскопические рачки. Это планктон, который является таким ключевым звеном в пищевых цепях, в морских и пресных экосистемах. То есть он питается водорослями, и им питается молоть рыб. Соответственно, от состояния этого ключевого звена зависит количество рыбы и вообще состояние экосистемы. Дарья Литвинюк работает в Институте Южных морей уже 13 лет. Недавно у научного учреждения появилось собственное исследовательское судно. Начиная с 2014-2015 года у нас проходит несколько рейсов морских экспедиций по всем районам Черного моря, центральная часть моря, прибрежные районы, Кавказ и Азовское море. Размеры большинства капипод от 1 до 10 миллиметров, так что поймать их не так-то просто. Поэтому в научные рейды специалисты берут с собой специальное приспособление. Дарья, это те самые сети, которыми вы вылавливаете планктоном, верно? Да, абсолютно верно. Это называются планктонные сети. Сеть джейди конструкции, наверное, 150 лет, но по-прежнему она удобна, актуальна, практична. Это здесь сито, так называемый фильтрующий конус. То есть эта сетка опускается на определенную глубину и тросом поднимается наверх и фильтрует столб воды. Вода стекает, а все организмы, которые меньше ячейки сетки, остаются внутри и собираются в планктонный стакан. Из него пробы разливаются по банкам и подписываются. Время, дата и координаты – важна каждая деталь. После рачков изучают под микроскопом. Вообще микроскопы для планктониста – это самый первый друг. Здесь как раз есть вот эта самая флуоресцентная лампа, которая позволяет мне работать с теми красителями, флуорохромными красителями, которые светятся так ярко и окрашивают живых моих любимых капипод. С темой о зоопланктоне Дарья в прошлом году выиграла международный проект популяризации науки, который проходил в Севастополе. Оказалось, что капиподы могут ломать себе ноги, болеть разными болезнями, но в конце концов погибать от неразделенной любви. Вот мне и предстояло исследовать так называемую естественную смертность зоопланктона, ну так сказать, погрузиться в вечные проблемы бытия и небытия морских козявок. За 10 минут она так презентовала свое исследование, что сорвала самые громкие овации. Невероятно сложно. Так, чтобы тебя поняли люди, которые совершенно не владеют и не в этой находятся теме, не то чтобы даже области исследования, а просто вообще далеки от морской биологии. Наблюдать за жизнью веслоногих ракообразных Дарья собирается и дальше, только расширить территорию исследований. Она уже побывала в экспедиции в Арктике, теперь в планах покорить Антарктиду. А так как капиподы обитают почти во всех водоемах, тема для изучения у планконологов исчерпывается нескоро. Дарья Шарипова, Андрей Ипсом, Данил Захаров. Утро нового дня. Я думаю, наши слова были услышаны, и интернет решил все-таки исправить ситуацию и помочь нам связаться с нашим мобильным корреспондентом Александром Кононовым, который прямо сейчас находится где-то на улицах крымской столицы и уже готов вещать. Саш, доброе утро. Доброе утро, Александр. Доброе утро, коллеги. Прямо сейчас я прогуливаюсь по утреннему городу Симферополю. Слегка свежо, как по мне заметно. Я одет довольно-таки очень тепло, что и вам настоятельно рекомендую. Но если вы, дорогие друзья, еще не вышли из дома и гадаете, в чем же пойти, то смело одевайте что-нибудь потеплее. Берите с собой, возможно, шарфик. Даже, я думаю, что шапочка будет не лишней, потому что прямо сейчас на улице довольно-таки прохладно. Как видно, идет пар небольшой такой. Ночью и утром в степных и прибрежных районах Крыма ожидаются небольшие туманы. Вообще сегодня день будет без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днем прогреется до плюс 19-21 градуса. Ну, а когда немножечко стемнеет, то будет плюс 7-9 градусов. В прежние времена, в этот день, наши предки наблюдали по звездам и гадали по ним, какая будет урожай. Если яркие звезды, то значит будет мороз. Если звезды тусклые, то оттепель. Если мерцание, то снег и какая-нибудь переменчивость погоды. Ну, а если звезд не было видно и вовсе, то это значит, что нужно было выйти из дома, потому что прямо над вашей головой находится потолок. Вот так вот, дорогие друзья. Хотелось бы еще с вами поделиться температурой, которая была зафиксирована самая минимальная и самая максимальная за последние 130 лет. Максимальная температура была 25 градусов в 1923 году. Ну, а минимальная минус 4 градуса в 1959 году. Поэтому берегите себя и одевайтесь потеплей. Будет собой не лишним брать теплые вещи. И настоятельно я рекомендую вам. На этом я завершаю свой утренний бодрый стрим и продолжаю далее прогулку по городу Симферополь. Спасибо большое, Саш. Спасибо большое. Коллеги, вам слово. Действительно прохладно, судя по всему, потому что вид у Саши румяный, значит, на улице где-то около 10 градусов. Кстати говоря, если идет пар изо рта, значит, температура воздуха ниже 12 градусов тепла. Так что, дорогие друзья, утепляйтесь. Тем не менее, это характерная черта крымского бабьего сезона, лета бабьего, когда днем довольно тепло, можно сказать, даже жарко, а вот вечерами и по утрам более чем прохладно. Особенно это касается раннего предрассветнего часа, когда температура считается минимальной. Ну что же, я предлагаю посмотреть следующие сюжеты, которые расскажут, чего же, в принципе, подготовили наши корреспонденты на канале Первый Крымский. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Каждую субботу в 9.30 на телеканале Первый Крымский смотрите детскую передачу «Витамин». Посмотрев ее, взрослый снова сможет почувствовать себя ребенком, а ребенок, в свою очередь, в легкой и доступной форме приобретет новые знания и навыки. Не пропустите, будет очень интересно и познавательно. Ну что ж, пришло время поднимать настроение, говорить о праздниках, и я думаю, что давайте начинать. У нас сегодня в студии Аюля Солодко, студентка греческого отделения института иностранной филологии Крымского федерального университета. Доброе утро! Юлечка, расскажи, как твое настроение, с чем пришла к нам сегодня? У меня все прекрасно. Пришла рассказать о греческом празднике День Охи. Вы знаете, я сегодня утром, когда проснулся в 4 утра, и охи были, и вздохи. А что означает в вашем случае охи? День охи – это, переводя на русский язык, это день нет. Нет? Да, охи – это нет. То есть если я хочу сказать «нет», не кладите мне сахар в чай, то мне надо сказать «охи-охи». Охи-охи. Спасибо за публику. В общем, такая была ситуация. 28 октября в 3 часа ночи итальянцы поставили ультиматум. Греции, якобы, чтобы внести свои войска на территорию Греции. На что премьер-министр Греции Иоаннис Матаксас ответил «охи». Эту информацию разнесли уже по радиовещанию. Это уже было в 20 веке. Да. 1940 года. И вслед за премьер-министром весь греческий народ ответил «охи». Уже утром 28 октября в городах Афины, Солоники люди вышли с лозунгами «смерть фашизму». Так вот все и началось. То есть началась война в Греции. То есть Вторая мировая война? Да, Вторая мировая война началась в Греции в 1940 году. Боевали и мужчины, и женщины. Очень не хватало боеприпасов, оружия. И женщинам приходилось на горы тащить на себе иногда даже очень тяжелое оружие, пушки. И греки сражались так, расточенно, что даже Уинстон Черчилль, тогда еще премьер-министр Англии, выразился примерно так. Мы обычно говорим, что такие-то, такие-то сражаются как герои. Но что касается греческого сопротивления, то здесь уместно сказать, что герои сражаются как греки. И греки были очень сильными в войне с Италией, что итальянцам пришлось просить помощи у Германии, у своей союзницы. И уже 27 апреля Германия захватила Акрополь и поставила флаг свой на этом священном для Греции здании. Но в ночь с 30 на 31 мая греческие студенты Манолис Грезос и Апостолос Сантос пробрались в тщательно охраняемый Акрополь и сорвали фашистский флаг, установив на его месте бело-голубой с крестьянским христом флаг Греции. Да, и с того времени 28 октября считается священным национальным праздником как в Греции, так и в греческих диаспорах за рубежом. Это символ патриотизма, это символ достоинства национального. И я хотела бы поздравить всех греков, всех филелинов с этим праздником, если можно на греческом языке. Пожалуйста. Отлично. Я тенесники у рты, тис-экостис-огзоис-октомврио, тенемэра ту охи. Эв хомостесиолус эллинэс, кефилэллинэс, калэсь юртэс, ке хороня пола. Потрясающе красивый язык. Очень красивый, да. А могу бы перевести, что бы вы сказали? Это дословно примерно так, что национальный день, праздник 28 октября, тот день, когда мы сказали «нет». Поздравляю всех эллинов, всех филеллинов с этим праздником, хороших выходных, ну там, дней и с праздником хороня пола. Здорово, умничка, очень красиво. Скажите, пожалуйста, наверняка есть какие-то традиции встречи этого дня? Да, конечно. Расскажите, как отмечают этот праздник? В Греции, честно говоря, я точно не знаю, но вот, допустим, нас в университете, я вот учусь уже второй год, и мы каждый год... Простите, а вы гречанка по происхождению? Нет. А почему же тогда выбрали такое сложное и не самое популярное направление? Ну, оно не сложное, это очень легкий язык, он очень легкий в общении, очень легко дается. А почему выбор, Павловна, на него? Ну, так вышло, что у меня был выбор, либо английский, либо греческий, и так как мне стало интересно, что это за язык такой, и у нас в стране очень много греков, и это все равно популярно, греческий язык для молодежи, как мы привыкли говорить в нашем университете. И мне стало просто интересно, как на нем общается, что это за язык. И второй год учусь, я просто в восторге. Это очень... Когда-то я тоже в институте проходил древнегреческий, но это было что-то очень сложное, на мой взгляд. Древнегреческий сложный. Давайте вернемся к празднику Охи. Так как же все-таки в Крыму его встречают? В Крыму, вот, в наш университет. Мы ходим в библиотеку Ивана Франка, предоставляем там программу праздничную, поем песни, гимн Греции. Вы знаете греческие песни? Конечно. Мы поем каждую пазу, да. Мне бы очень хотелось, конечно, услышать. Это очень красивый язык, и очень много песен для молодежи. Вот старые песни, есть переводы русских песен на греческий язык, вот даже песни «Журавли» есть на греческом языке. Да, это очень красиво. Ярани будет на греческом «Журавли». И вот мы каждый год ходим в библиотеку, выступаем, поем песни, смотрим фильмы патриотические. Много людей приходят на ваше мероприятие? В основном приходят все студенты именно греческого отделения. Ну, мы, конечно, приглашаем вообще всех. Могут прийти из автономии греков Ставриды. Ставриды – это что? Рубка такая. Это республиканская, да, национально-культурная автономия греков Таврида. Вот, и вот они приходят, они нас поздравляют, мы их тоже. Поете песни. Да, поем песни все вместе, празднуем. А вы где-то анонсируете, где проходят мероприятия? В соцсетях? Да, в соцсетях. Да, приглашаем. Мне к вам просьба. Осталось буквально 40 секунд нашей беседы с вами. Пожалуйста, расскажите всем нашим телезрителям, как можно поучаствовать в вашем мероприятии, где будет что происходить. Вот в понедельник, в 3 часа дня, в библиотеке Ивана Франко приглашаем всех поучаствовать, посмотреть и, естественно, понять вообще, о чем мы говорим и что это такое Денюхи. Спасибо большое. Спасибо большое, да, мы просто так не отпустим. Мы сначала вас представим, кто сегодня был у нас в студии. На студии была Юлия Солодко, студентка греческого отделения Института иностранной филологии Крымского федерального университета. Большое вам спасибо. Мы благодарим вас за беседу, да, и двигаемся дальше. И двигаемся дальше. Прям в унисон. В унисон, разумеется. Спасибо. Дальше будет очень интересный сюжет Стефана Филатова, посвященный такому тоже празднику, празднику юмора под названием КВН. Первый полуфинал 23-го чемпионата официальной Крымской лиги КВН – событие долгожданное. Участники четырех команд начали подготовку к выступлению еще летом. Зрители, предчувствуя масштаб мероприятия, раскупили билеты за считанные дни. Ой, надеюсь, эта свадьба окупится. Кто зачем? Господи, все время забывать, что ты, Иван, дурак. Чтобы доказать зрителям и членам жюри свое юмористическое превосходство, команды импровизировали и выкладывались на всю, отыгрывая домашние заготовки. Так что на главной сцене Академического музыкального театра развернулась борьба не на шутку. Стиль дракона, стиль цапли, стиль пьяного мастера. Приветствие, разминка, биатлон и стем. При подсчете баллов после каждого конкурса и на сцене, и в зрительском зале возникала напряженная тишина. Отрыв между участниками был настолько мал, что преимущество раз за разом переходило от одной команды к другой. Удержать его удалось гостям из Москвы, женскому коллективу под названием «Не такая». Несмотря на свой юмористический опыт упраженного КВНщика, чемпиона высшей лиги Дениса Дорохова, впечатлений от игры не меньше, чем у участников. Я всегда за команды, и переживаю, и нервничаю, потому что сам прошел эту школу. Команды очень классные, они хоть и молодые, не титулованные, но в этом и кайф, наверное, потому что это новое что-то, какой-то искрометный юмор. Конечно, было по-разному. Одни номера отыграли гораздо ярче, чем на репетициях, другие не дотянули. Но это атмосферу не испортило. По традиции, после игры бывшие соперники поделились опытом и пообещали друг другу снова встретиться на этой сцене. Изначально по итогам игры должны были определиться два победителя, тем не менее, по мнению жюри, сегодня достойных оказалось три команды. Итак, уже вскоре, буквально через месяц, мы узнаем, кто же станет победителем всего этого действа. Стефан Филатов, Руслан Хохлов. Утро нового дня. Говоря о КВНе, юморе, я думаю, что следующее наше видео, которое мы хотим вам продемонстрировать, друзья, тоже может поднять вам немножко настроение. Дело в том, что химия тоже может быть забавной, особенно если она связана с овощами и фруктами, а точнее ягодами. Очень даже, Саш. Я предлагаю тебе вот прямо сейчас проанализировать и предположить, каким образом происходит такая химическая реакция и вот такой вот арбузный фонтан. Ну, что я могу сказать? Ну, наверняка, когда-то, кстати говоря, в течение, я со своей жизнью учил химию пять лет. Сначала это была просто органическая химия, потом биорганическая, потом химический анализ, ну и так далее. В общем, пять штук было. Ну, что я могу сказать? Вероятнее всего, туда добавили какой-то детергент, я имею в виду, наверное, это был какой-то ферри или что-то такое. Ну, в общем, моющее средство, одним словом. Безусловно, перекись водорода и какой-то окисляющийся компонент, может быть, перманганат калия или что-то такое. Вот получился вот такой вот фонтан. Но, впрочем, я судить не берусь, потому что очевидцам, так сказать, свечку не держал. Тоже вот в интернете был такой ролик, когда добавляли ментос, по-моему, если я не ошибаюсь, какую-то вот жевательную конфету и Кока-Колу. И вот взбалтывали. Да, 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 ну это там все легко объясняется, потому что ментос, там сахарная таблетка, не будем делать рекламу. Она, попадая, имеет очень пористую поверхность, она попадает в колу, вызывает резкую дегазацию напитка, и в результате она, конечно, взлетает. Мне кажется, это очень забавные такие эксперименты проводить, и плюс еще и химию заодно изучать, так было бы веселее. Что-то в школе так бы вот преподавали нам. Мне кажется, вот любили бы школьники больше всего именно этот предмет, потому что химию... Нет, я не знаю, мне оно и так нравилось, особенно. Ну, это, впрочем, все дела давно забыты, но я знаю одного человека, который тоже был большим поклонником и есть химия. Большим химиком. Химиком, да, он дружил с Менделеевым и даже знал Бутлерова. Это Александр Кононов, который прямо сейчас находится на улицах Симферополя и готов нам рассказать о химических реакциях вокруг себя. Саша, доброе утро, рассказывай. Доброе утро. Да, дорогие друзья, я продолжаю далее пешую прогулку по городу Симферополю, потому что, как говорится, в здоровом теле, здоровый дух. И прямо сейчас я нахожусь непосредственно в центре на площади Ленина и уже заметил, что здесь проводится ремонт тепловых сетей. Вот, можете обратить внимание, пока что там никого нету, работы проводятся, возможно, стартуют они где-то часов с 8 или с 9. Ну, как обычно, начинается рабочий день, хотя осталось всего лишь каких-то 15 минут до 8 часов. Вы можете обратить внимание, что сзади меня уже работа, первый этап был завершен. Но я хотел бы, в общем, поговорить не об этом, а о том, что в Симферополе буквально совсем недавно состоялся финал красоты «Мисс Республика Крым-2019». За победу боролись девушки со всего Крымского региона. И финал прошел в Государственном Академическом Музыкальном Театре Крыма. Ведущей была бывшая мисс Мира Ксения Суханова, а в качестве почетного гостя был певец «Пиратли». Что хотелось бы отметить, что девушки держались достойно. И несмотря на то, что каждая хотела победить, никто никому ничего плохого не желал и тем более никаких козней не строил. Первой вице-мисс стала Анна Дзюбак, это жительница города Симферополя. Второй – Алина Литвиненко. Ну и, конечно же, титул самой очаровательной и привлекательной забрала жительница Ялты – Екатерина Луганская. Если кто не знает, то я сообщу, что конкурс состоял из четырех этапов. Первый – это был дефиле-визитка, также был выход в свадебных и вечерних платьях. Ну и, конечно же, как говорится, вишенка на торте этого шоу – конкурс в купальниках. Самый долгожданный конкурс для мужчин. Далее хотелось бы отметить, что параметры 90-60-90 далеко уже в прошлом. И сейчас красавицам важнее продемонстрировать свою уникальность. На этом, в принципе, мой стрим подходит к концу. И я продолжаю путешествие далее. Передаю вам слово, коллеги. Спасибо, Саша. Полезная информация. Очень полезная, особенно, что 90-60-90 сейчас не главная, а главная уникальность. Так что берем на заметку. Как известно, размер не всегда самое главное. Не всегда имеет значение, я бы сказал. И, как говорит Саша Кононов, имеет значение уникальность. Значит, надо все-таки проявлять. Богатый внутренний мир или, как это еще называется, скрепность, духовность. Да, согласна. Ну вот, кстати говоря, эти свойства не всегда присущи интернету. Но наши корреспонденты отыскивают самые духовные, самые утонченные и самые изысканные сюжеты. Собирают их в рубрику, которую прямо сейчас мы вам и представим. Селфи любят делать все. Даже животные. Вот эта милая лама решила, что без нее фотография девушки будет не такой эффектной. И приняла участие в каждом кадре. Да и девушка явно не была против такой напарницы по фото. Словно главный герой из игры Марио, молодой трюкач с легкостью преодолевает ряд препятствий. Может и жонглировать, идя по канату, и на скейте прокатиться, делая сальто, и даже на автомобильных колесах пробежаться. В общем, катается, как сыр в масле. Люси Хьюз из Великобритании изобрела пластик, который разлагается вместо ста недель всего за шесть. Материал состоит из рыбьей чешуи и красных водорослей. Такие пакеты не требуют специальной утилизации и экономичней в производстве. Кажется, у планеты появится шанс. Настоящие музыканты всегда найдут, на чем сыграть. Трое парней сделали кавер на популярную песню группы Нирвана. Казалось бы, ничего необычного. Вот только использовали они при создании композиции не профессиональные, а детские музыкальные инструменты. От оригинала практически не отличишь. Фокусы, ловкость рук и никакого мошенничества. Поменять цвет банки от чипсов с красного на синий или превратить жевательную резинку в шоколад? Легко. Этот парень точно умеет удивлять. Ловись, рыбка большая и маленькая. Если вдруг вы собрались на рыбалку, но у вас нет удочки, не беда. Главное, чтобы ковш от эскаватора оказался под рукой. Страшно подумать, с чем же эти парни идут на охоту? Что ж, прошел конкурс таланты у нас в нашем Крымском полуострове. И сегодня у нас в гостях один из членов жюри, который расскажет, что ж там было. Итак, Денис Карлов, художественный руководитель и главный дирижер камерного оркестра Крымской государственной филармонии. Доброе утро. Доброе утро, маэстро. Доброе утро. Как началось ваше утро нового дня? Замечательно, очень хорошо, бодренько. Не смутил ранний подъем? Нет, нормально. Обычные музыканты имеют такой совинный образ жизни, вечером концерт, а утром поспать. Совершенно верно. Дело в том, что даже сегодня у нас в Севастополе 18.30 открытие абонементного сезона в библиотеке имени Толстого. У нас там такой камерный зал. Интересно. Мы там открываем сезон. Мы уже в Симферополе открыли, в Евпатории открыли. И вот сейчас сегодня едем в Севастополь. У нас сегодня тема, в первую очередь, это, конечно, ваше участие в жюри самого крупного, самого яркого мероприятия, наверное, на нашей медиа-арене. Это шоу-конкурс «Таланты». Да. Где вы были жюри. Расскажите, пожалуйста, каков общий уровень участников, вот как музыкант-музыканты? Ну, уровень, скажем так, нормальный уровень, я бы так сказал. Дело в том, что это уже был непосредственно уже конкурсный день, да? А перед этим еще были просмотры, кастинги, искали. Причем у нас, получается, там три номинации, то есть и оригинальный жанр, и вокальный, и танцевальный жанр. Ну, как-то так старались распределять, чтобы по всем номинациям поровну были выстроены участники. Но, тем не менее, действительно, есть очень интересные исполнители. И, знаете, можно так сказать, что вот еще в советское время проводили такие большие смотры, да? Вот даже молодежные там самодеятельности выискивали, действительно, таланты. Вот множество выдающихся действительно исполнителей, народных артистов из Советского Союза и России, они были найдены с помощью вот такого способа именно поиска талантов среди вот детей, которые вот именно увлекаются чем-то, занимаются. И это очень здорово. Среди них даже, допустим, Евгений Мирошниченко, да, тоже вот так совершенно было найдено случайно. Вот у него был интересный, яркий голос, да, даже та же Галина Вишневская, да. И исполнители, то есть это касалось абсолютно всех номинаций и направлений. Вот, и, конечно, вот даже, вот сейчас я помню, был один интересный тоже, много было интересных участников, но вот один среди них, это был вот участник из Черноморска, я помню. Действительно, вот мальчик, ему там чуть больше 10 лет, но у него совершенно замечательный голос. А что он исполнял? Я уже не помню точно какое произведение, вот, но, как правило, все исполняли эстрадное произведение, направления такие были, да. А классика была? Классики не было никого, к сожалению, вот, потому что, вот даже я этому парню прям сказал, вот, при всех, что стоит обратить внимание на другую чуть-чуть, да, то есть более серьезный уже, да, вид искусства, который... И потому что, ну, вот, меня обычно, моя интуиция редко подводит, мне кажется, вот, у этого парня будет действительно большое, может быть, большое будущее, если он обратит свое внимание именно на этот жанр искусства. Поздно ли в 10 лет начинать заниматься музыкой? Нет, не поздно. Если, допустим, это не касается таких специальностей, как скрипка, виолончель, фортепиано... Тогда поздно. Ну, да, вот для этих специальностей, да. А если касается, допустим, вокал, нет, тут даже, я бы сказал, наоборот, слишком рано тоже не очень хорошо, потому что в определенный момент происходит мутация голоса, и голос совершенно меняется. Если вы обучились, учились пению, там, с, допустим, 8-9 лет, то потом вы учитесь заново, потому что у вас полностью структура всего голосового аппарата, она абсолютно изменяется. А вот после 20 можно на вокал пойти? Пожалуйста. И даже, может быть, какой-то результат. Ну, для девушек надо сказать. Будет, будет результат. Серьезно? Да, я вам больше скажу. Если у вас мужской голос, допустим, низкий голос, бас, допустим, дали баритоны, то чем позже вы начнете петь, тем дольше вы пропоете. Да вы что? Да, так еще говорила моя профессор Галина Станиславовна Сухорукова, выдающийся совершенно мастер вокала, который выпустил лучших, наверное, и басов, и вокалистов, да, еще в Советском Союзе. Вот, ну, это действительно так и интересно. А любому человеку можно голос поставить? Или нет? Ну, если у вас грамотный, хороший педагог и есть природные способности, то, в принципе, можешь попытаться. Вот, хотя, опять же, природная, вот почему и говорят, что поиск талантов. Потому что есть вообще такое понятие природная постановка голоса. Вот человек становится, открыл рот, и у него звук полился. И все. Почему? Да, но. А другой может тратить годы, годы и ничему не научиться. Почему? Да, но. Господне проведение, тут ничего не скажет. Совершенно верно. Скажите, а танцевальный какой-нибудь номер запомнился вам? Да, танцевальных номеров тоже было много, много хороших. И тут даже, вот мы даже с коллегами даже уже были в растерянности, потому что, ну, действительно, много интересных было детей. Причем, вот даже, вот у нас были списки, и мы, вот, было, вот, буквально, я помню, человека 4, одного возраста, вот, 8 лет. И они все совершенно разные, но, с другой стороны, ты понимаешь, вот, у этого ребенка это качество лучше, там, допустим, у этого это. У этого гибкость, у этого легкость. У этого одного и вообще просто. Ну, вот, как бы, да, то есть свои сложности. Это же область генной инженерии. Да, 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 да. Супер люди. Действительно, а вот, что касается, мы с вами коснулись темы божьего таланта, одаренности. То есть там вот именно те люди собрались, те дети, которых никто ничего не обучал, и они вот раз и проявили себя, свою природу. Ну, нет, были среди них, которые и обучаются, там, и в музыкальных школах, вот, а были нет. Нет, были, которые просто при домах культуры входят в какие-то, да, самородки, входят в какие-то кружки, где потихонечку вот интересуются. Ну, знаете, это ты сразу видишь, чувствуешь. Если действительно, вот, ребенок имеет какие-то способности от природы. Чувствуется. Да. Вот даже, вот у нас есть большой тоже проект, называется «Одаренные дети Крыма». Вот, да, это как бы чуть-чуть другая ступень, то есть мы уже смотрим с точки зрения профессионализма. То есть вот, в том числе, вот я тоже стараюсь выискивать таких детей по всей республике, одаренных, с музыкальных школ, даже там с музыкальных училищ тоже, кто уже имеет определенные достижения. И вот, к примеру, тоже могут представлять Крым и на всероссийском, и на международном пространстве. Вот у нас тоже был не так давно, буквально в конце августа, большой фестиваль. Вот Саша даже встречал гостей из Южной Кореи. Вот, Пак Тахван приезжал, маэстро-фалитисты тоже приезжали, исполнители разные. Лиза Георгиевич, извините, вы можете не прервать, потому что время подходит к концу нашей беседы. Единственное, что я вас не отпускаю, у нее есть несколько вопросов к вам во время перерыва. А сейчас я предлагаю перейти к фотографированию, это обязательная часть, мы вас так просто не отпустим. Большой телевизор, это наша фотозона, прошу вас туда пройти в нашем сопровождении. А пока мы будем двигаться, я напомню, что сегодня в студии был Денис Карлов, художественный руководитель и главный директор камерного оркестра Крымской государственной билармонии. Ира, проходи, наверное, окружить маэстро со всех сторон. Камера прямо перед нами, говорим раз, два, три, цифра и улыбаемся. Раз, два, три, цифра! Спасибо большое. Сумка, зонт, ручка, фонарик – это вовсе не вещи для командировки, а универсальные средства самозащиты. Конечно, неподготовленному человеку вступать в схватку с грабителем не стоит. Слишком велика вероятность поражения. Поэтому главная задача – хотя бы на несколько секунд остановить или шокировать нападающего, чтобы сбежать. Наиболее эффективные зоны для нанесения таких ударов. Такими зонами являются лечиться. Лечиться, то есть можно работать. Это очень болезненно, это всегда останавливает. Это суставы рук. Это, если вас нагнули, если вы закрываете голову руками, можно наносить такие же удары по ногам и по коленям. Это очень имеет останавливающие действия. Есть серьезная зона, которая останавливает потенциального противника. Это паховая область. Достаточно разогнуть руку отсюда из состояния защиты, из такой стойки. И ударить снизу кулаком в паховую область. Уже этого будет достаточно для того, чтобы вырваться из рук преступника и уйти. Не рекомендуется применять холодное оружие в качестве самозащиты. Иначе в случае судебного разбирательства придется доказать, что вам действительно угрожала серьезная опасность. К тому же вы можете так же легко травмировать и себя. А вот если в кармане у вас завалялись мелкие деньги, то это другое дело. И для того, чтобы быстро дистанцироваться от нападающего, можно всегда кинуть ему в лицо эту мелочь. А если под рукой совсем ничего нет, в таком случае можно использовать обувь. Подходят для этого женские каблуки. Особенно если наступить противнику на пальцы. Важный момент. Глаза. Глаза противника, конечно же, если вы его хотя бы на время лишите зрения, то это уже будет иметь серьезный эффект. Вы просто кидаете на лоб руку и опускаете резко вниз пальцы. То есть таким образом получается шлипок по глазам. И на некоторое время противник теряет зрение. Все же на всякий случай никогда не будет лишним иметь при себе дополнительные средства защиты. Например, фонарик или мобильный телефон. На данный момент самым эффективным средством самозащиты из доступных является газовый баллончик. Но всегда стоит помнить, что он должен быть у вас под рукой. Продаются они без лицензии, имеют несколько типов распыления, человеческой жизни не угрожают. Но позволяют эффективно дезориентировать преступника на некоторое время. Легко помещается в женскую сумочку. Позволяет его применить с дистанции. Соответственно, не нужно вступать в контакт с противником. Распылили газ в направлении противника и убежали. Старайтесь избегать потенциальных мест неосвещенных улиц, если там... Помните, стоялся Александр Кон, Максим Турчев. Утро нового дня. Снова доброе утро, друзья. Доброе утро всем тем, кто присоединился к нашему эфиру. Еще целых 60 минут для вас будут вещать Александр Ткачев и Ирина Берелек. И мы будем делать все, чтобы ваше утро было бодрым, активным, а самое главное – радостным. И информативным. Надо сказать, что мы вещаем сразу на двух телеканалах. Первый – Крымский и Крым-24. Так вот, предлагаю прямо сейчас посмотреть краткий анонс. Что же сегодня вы увидите в течение этих 60 счастливых минут? Смех до слез, заряд хорошего настроения. Как прошел полуфинал чемпионата официальной Крымской лиги КВН? Маленький да удаленький. Как выглядит микроскопический зоопланктон, от которого зависит состояние экосистемы Черного моря? Юные и артистичные. В Крыму стартовал конкурс «Сталанты». Как прошли кастинги и чем радовали участники? Перцовый баллончик или неожиданный прием? Как обезопасить себя от нападения, если придется дать отпор злоумышленнику? 194 года назад родился австрийский композитор, король вальса Иоганн Штраус. Об этом и многом другом в эфире информационно-развлекательного шоу «Утро нового дня». На часах 8.01. А это означает, что пришло время новостей. И я готов их вам поведать. Наши корреспонденты к телеканалу «Крым-24» трудились, не покладая пера. И что же они нашли? Стоянка запрещена. Автомобили на зеленых зонах, у детских площадок, на тротуарах и проезжей части. Жители крымской столицы паркуют своих ласточек и железных коней, где придется. Это затрудняет движение и представляет опасность для пешеходов. Как власти контролируют ситуацию и как наказать нарушителей? В сюжете Алины Баклановой. К девятиэтажке на улице Ракетной в Симферополе, где живет Максим Панченко, не пройти, не подъехать. Все заставлено машинами. У жителей нет выбора, ведь на отведенном месте помещается только пять автомобилей. Те, кто без колес, смириться с ситуацией отказываются и изобретают методы борьбы. И разговорами, и криками. Лично мою машину один раз забросали помидорами, вышел с трапа ехать на работу, а все лобовое, крыша, все в помидорах. Такая же ситуация на улице Белокуна. Рядом с высотным домом – школа. И жители, и родители учеников борются за право поставить машину. Где увидел свободное место, там и припарковался. Как вы видите, возле обочины все автомобили, поэтому не проехать, не разминуться двум машинам не представляет возможного. Помимо спальных районов, от машин в неположенных местах страдает и центр Симферополя. На этой улице Крымской столицы нередко случается транспортный коллапс. Водители оставляют свои легковые автомобили на обочинах и без того узкой дороги. На время ремонта улицы Александра Невского сюда запустили больше десяти маршрутов, на которых в том числе курсируют и крупногабаритные лиазы. На газоне возле площадок на обочинах проезжей части симферопольцы не заботятся о законном месте для парковки. В администрации говорят, это категорически запрещено. Ситуацию контролируют, реагируют на жалобы, но каждого за руку не поймать. Граждане пишут обращение либо в департамент, либо на главу администрации города Симферополь. Пишут обращение о том, что им мешает автомобиль проходить по пешеходному тротуару. Мы выезжаем тогда в рейд, специалисты наши выезжают, делают фотофиксацию правонарушения с привязкой к определенному дому. Устанавливают владельца, вызывают департаменты, накладывают административное наказание от двух до ста тысяч рублей. На проезжей части улиц работают сотрудники ГИБДД и эвакуаторы. Тем, кто не соблюдает правил парковки, придется искать свой транспорт на штрафстоянке. Алина Бакланова, Сейтмемет, Кокчиев. Новости 24. 107 улиц Симферополя с начала года зажглись благодаря новым фонарям. Обычные лампы накаливания на столбах сменили современные. Светодиоды, они ярче и дольше служат. Какие еще особенности у новых осветительных приборов и где вскоре они появятся? Верника Посековская прошла по темным и светлым улицам столицы. На часах 20.00 свое название улица Белая в Симферополе не оправдывает. Вокруг черным-черно. Только автомобильные фонари прорываются сквозь темноту. Они освещают путь тех, кто только добирается домой с работы. Петр Конев знает на собственном опыте. Без приключений дорога может не обойтись. Я еще иногда по ночам хожу. И, честно сказать, пару раз довольно круто споткнулся. Там же на плато еще люди живут. Вот те дети ходят. Странно, как они ходят вообще. И как дальше это будет. На улице Лесной снимаем днем. Теперь здесь могут ходить без опаски те, кто боится темноты. Электрики обновляют систему освещения. После демонтажа старых фонарей на столбе появляются вот такие новые. Вместо обычных ламп светодиодные. Они намного ярче освещают улицу и служат дольше. Александр Милосердов привык работать на высоте. Кстати, для этого нужен специальный допуск. Спустившись к нам, рассказывает об особенностях новых фонарей. Здесь стояли СПО. Это были простые лампочки. А теперь будут ледовские фонари. Это 60 ватт. Он выдает 60 ватт фонарей. Он выдает насыщенность. Он освещает полностью всю дорогу. Лампочка не дает такого пространства, как дает этот ледовский светильник. У него, видите, увеличительное стекло, которое увеличивает свет. Вышла из тьмы и улица Шалфейная. Здесь тоже устанавливают светодиоды. Работает современная техника. У муниципального предприятия город в планах и другие районы Симферополя. С начала текущего года работы производятся и производились на 107 улицах. При этом полностью восстановлено освещение на порядка 45 улиц. На остальных улицах продолжается замена аварийных опор, замена воздушных линий и замена самих светильников. Охватили практически все районы города. Это улицы района Марьино, это улицы района Залезской, также Москальцо, Красная горка, улицы проспекта Победы. Что же касается, например, улицы Белой, в этом году освещение на ней проводить не планируют. Но местные жители могут подать заявку на установку новых фонарей, чтобы в следующем году ее взяли во внимание. Вероника Посековская, Олег Черемесин, Владислав Кравцов, Новости 24. На радость детям и родителям. В поселке Новофедоровка Сакского района открыли детский сад «Сокол». Он может принять 350 малышей, в том числе в ясли. Современная спортплощадка и развивающие игрушки. Чем еще готовы удивить воспитанников? Расскажет Дмитрий Попов. Еще до церемонии открытия дети тестируют новые площадки. Кирилл, Семен и Марк уже подружились. Для Александры, мамы Марка, сегодня праздник. Теперь, пока малыш в детском саду, у нее будет больше времени. На хозяйственные дела по дому. Может быть, устроюсь на работу. Мама, я хочу! Детский сад «Сокол» расправил крылья недалеко от военно-воздушной базы. Концертная программа соответствующая. Первым делом, первым делом самолеты. Ну, а девушки, а девушки потом. Детский сад мог заработать еще в прошлом году. Но подрядчик недобросовестно выполнил госзаказ. Территорию пришлось благоустраивать повторно. Также был проведен ряд работ, связанных с покраской стен. По новой, с пастилом ковролина на втором этаже. Работы были связаны с отделкой. Недостатки уже исправили. На строительство и благоустройство детского сада потратили 370 миллионов рублей. Позаботились буквально о каждой мелочи. Есть здесь свой парк-миниатюр с мельницей, небольшим озером, мостиком и домиком, о котором в наше время можно было только мечтать. Поселились в нем и первые ребята. Привет! Я Беряб. Спортивная зона – одна из лучших в Крыму. Тут есть конструкции на любой вкус. Все они прочные и безопасные. Здесь есть у нас и футбольное поле, и навесы для занятий в непогоду, и песочницы, и спортивное оборудование, и современное резиновое покрытие. Действительно, хороший детский сад. Пищеблок уже ждет поваров. Для их работы все готово. В этой емкости готовят супы. Работает она автоматически. Главное – правильно выставить программу. А это всем привычные плиты и духовки. Например, для готовки пирожков или котлет. А это аппараты для самых маленьких. В них готовят на пару. В комнатах ребят уже ждут игрушки. Для девочек – салоны красоты. Для мальчиков – автопарк. Есть и развивающие игры. Красные, да? Так. Всего тут будет 16 групп. Среди воспитателей есть местные, а есть и с материка. У нас и подрастающее молодое поколение, и аксакалы, так скажем, которые учат молодежь воспитывать наших деточек. Ну как, коллектив дружный? Коллектив у нас дружный. А сейчас мы у них спросим. Девочки, а вы у нас коллектив дружный? Да! В сад смогут ходить 350 малышей. Сейчас группы заполнены на 70%. Но вскоре картина изменится. Все, кто ездил в городские дошкольные учреждения, под свое крыло возьмет сокол. Дмитрий Попов, Анатолий Агеев. Новости 24. Новофедоровка. К этому часу у нас вся информация. Но мы будем следить за развитием событий и держать вас в курсе. Я хочу продолжить твою новостную повестку. Конечно. И рассказать о том, что наши судакские спасатели соединились к ставшему популярным во всем мире флешмобу, где представители самых разных профессий, спасатели, пожарные, врачи делают фотографии, кто-то селфи, вместе с профессиональными атрибутами. И таким образом после отправляют в всемирную сеть, в социальную сеть, в Инстаграм, ставят хэштег, приуроченный к этому флешмобу, и таким образом заливают все это в интернет. Самое интересное, что более 22 тысяч таких кадров уже насчитывается, и можно их посмотреть. Я думаю, что здорово. Ну что же, впереди выходные, будет чем себя занять, как говорится. Пересмотреть все 222, точнее, тысячи кадров. И вот к слову, Саш, раз уж про профессии пошла речь, кого бы ты выбрал, маркетолог или художник? Кем бы ты стал? Художник однозначно. Художник. А почему? Не знаю, мне кажется, это ближе к моей творческой натуре. Знаешь, почему я спрашивала? Потому что сегодня, напомню, на календаре 25 октября, и празднуют Международный день как маркетологи, так и художники. И вот такой, да, для меня был интересный момент. Как бы не знаю, насколько пышно, конечно, они это делают, но все же. И вот такой вот момент, такие даты, они входят в историю. Я предлагаю прямо сейчас в эфире поздравить всех художников и маркетологов, а также посмотреть, чем еще сегодняшний день славен в ретроспективе. Хронограф прямо сейчас. 25 октября 1825 года родился Иоганн Штраус-младший, выдающийся австрийский композитор, дирижер. За многочисленные танцевальные сочинения, ставшие олицетворением эпохи, музыкант получил негласный титул «Король вальса». Перу автора принадлежит 168 вальсов, 117 полек, 73 кадрили, 31 мазурка, 15 оперет. Будущий мэтр родился в семье известного австрийского композитора Иоганна Штрауса-старшего. Отец юноши был противником музыкального образования сына. Будущего наследника он видел финансистом, однако при содействии матери Иоганн-младший тайком овладел нотным искусством. Позднее, когда глава семьи узнал об этом, то лишил детей наследства. Творчество будущего «Короля вальса» быстро набирало популярность в Европе. В 1856 году Штраус приехал в Россию и надолго здесь задержался. С необъятной его связывал не только творческий контракт, но и любовные узы. В течение пяти лет композитор переживал нежные чувства к Ольге Смирницкой, однако родители девушки препятствовали браку. Вернувшись в Вену, с середины 1860-х годов наступил расцвет штраусовского гения. В этот период созданы бессмертные хиты. На прекрасном голубом Дуная 1866 год и сказки Венского леса 1868. Лучшие опереты «Летучая мышь», «Цыганский барон», «Индиго» и «Сорок разбойников», звучащие на лучших мировых сценах по сей день. Поздравляем Иоганна Штрауса тоже с днём рождения. Ну вот, кстати говоря, я думаю, что следующая информация тоже может быть очень полезна для тех, кто ещё собирается только на работу. Я имею в виду погоду, потому что что с собой брать? Зонтик или галоши? Лёгкую куртку или пальто? Как ты думаешь? Я надеюсь, что что-то лёгенькое можно будет сегодня взять с собой, чтобы было хорошее настроение, прекрасная погода, улыбка и никакого дождя. И пятница будет просто самой лучшей. Погода прямо сейчас. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Я думаю, что повторением отчечения мы ещё раз продублируем погоду, чтобы наши телезрители наверняка знали, что ожидается сегодня. Итак, в Симферополе переменная облачность без осадков. Ветер восточный 7-12 метров в секунду, а температура воздуха днём 7-9, ночью 7-9, а днём 19-20. Почти вас ввела в заблуждение, но нет. Севастополь. Малооблачный ветер восточный днём до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 11, а днём 20 тепла. Южный берег Крыма. Там ясно, без осадков. Ветер северо-восточный 7-10 метров в секунду, а температура воздуха днём 18-21 градус тепла. Похожая синоптическая картина. И в Керчи ясно, без осадков. Ветер северо-восточный до 8 метров в секунду, температура ночью 10, а днём 21 тепла. Какая же ситуация в Армянске. Облачно с прояснениями. Ветер северо-восточный 1 метр в секунду. Температура воздуха днём 14-15 градусов тепла. Дорогие друзья, я ещё раз напоминаю с прискорбием, что это последние тёплые деньки. Уже совсем скоро после выходных наступит похолодание очень серьёзное. И днём температура не будет превышать 12 тепла. Поэтому, пожалуйста, предстоящие выходные дни, субботу и воскресенье проведите ярко, светло и весело. Потому что, повторюсь, это последние тёплые дни нашей крымской осени. А самое главное, потом, даже с холодами, дальше продолжайте проводить своё время так же ярко, позитивно и очень весело. Весело, да. Ровно так, как это делает Александр Кононов, который прямо сейчас находится на улицах Симферополя. Саша, доброе утро ещё раз. Доброе утро, Саш. Да, коллеги, я продолжаю своё путешествие по городу Симферополя. Уже встало солнышко. Его можно... Отблески его можно увидеть уже на моём лице. Прямо сейчас я нахожусь на центральном автовокзале, где установлена автоматическая пожарная сигнализация. Противопожарная система выполнена без права отключения и выведена на пульт пожарного наблюдения. Я предлагаю сейчас вместе со мной пройти сюда и посмотреть, как же она выглядит и где же она установлена. Я так полагаю, что это будет потолок. Поэтому вот она, это пожарная сигнализация. И также на автовокзале города установлена система оповещения и управления эвакуацией граждан. Эти предприятия созданы с целью сохранения жизни и обеспечения безопасности. Также хотелось бы отметить, что для того, чтобы минимизировать материальный ущерб от пожара, была создана такая система пожароотушения под названием спрут, которая позволяет буквально за считанные мгновения потушить очаг возгорания. В случае отключения электричества в здании система будет работать еще 24 часа пожарная система пожароотушения и дополнительно еще один час в режиме тревоги. В принципе, на этом у меня пока что все новости. Я продолжаю свое путешествие далее и передаю вам слово коллеге. Спасибо большое, Саша. Это было очень информативно. А мы двигаемся дальше. И лично я предлагаю всем слабонервным отойти от экранов. Или закройте глаза, как это делали в детстве. Потому что следующая картинка может слегка шокировать, но, как известно, что естественно, то не безобразно. На глубине более 3000 метров нашли останки кита. Это, разумеется, естественное явление, потому что животные тоже имеют свойство умирать. Но удивительно то, что вокруг этих останков образовалась целая экосистема. И это очень интересно, потому что действительно жизнь имеет свойство преемственности. Одни организмы погибают, другие начинают свою жизнь. И мы видим, как на останках на скелете кита, который, по сути, служит своеобразным каркасом, настоящим домом для живых организмов, пируют, пируют в прямом смысле осьминоги, головоногие, моллюски. Они, в свою очередь, тоже являются источником жизни для других организмов. И так жизнь на планете течет уже много-много миллионов лет, собственно говоря. Вот такая вот поэтическая, можно сказать, ипотетическая картина одновременно. Ну что ж, а ты не хочешь рассказать что-нибудь интересное и полезное для наших автолюбителей, а, возможно, для тех, кто хранит свои деньги дома? Да, есть такая у меня информация. Если вы вдруг тоже соберетесь посетить глубины океана и спуститесь на глубину 3000 метров, быть может, вам понадобится топливо, и цены на него весьма будут актуальны и для вас. Итак, 1 литр газа сегодня стоит 22 рубля 88 копеек, дизельного топлива 50 рублей 42 копейки, 92-го бензина 44 рубля 79 копеек, 95-го 49 рублей и 23 копейки. Ну и, конечно, традиционно самый дорогой бензин 98-й 56 рублей 53 копейки. Но в глубине 3000 метров вам вряд ли деньги понадобятся, но, тем не менее, быть может, тоже будет интересно. Доллар сегодня стоит 63 рубля 86 копеек, а евро 71 рубль и 14 копеек. И обе валюты за последние сутки сдали в своих позициях порядка 3 копеек. Немного, но, тем не менее, позволило рублю хоть немножко доукрепиться. И это, безусловно, хорошая новость, которая, быть может, тоже немножко добавит свою маленькую песчинку в хорошее настроение этого нового дня. Знаешь, что еще может добавить песчинку в хорошее настроение? Что? Вот некоторые психологи рекомендуют подойти к зеркалу и самому себе улыбнуться. Якобы от этого настроение поднимется, а самое главное, начнут вырабатываться гормоны, которые не только поднимают настроение, но и помогают тебе справляться с трудностями намного легче. Вот мы с тобой говорили о глубинах. Как ты думаешь, может ли улыбаться планктон, которым, кстати, и питаются некоторые киты? Знаешь, ну, фантазия вроде бы у меня неплохая, но вот пока что смутно могу представить, как планктон улыбается. Но, тем не менее, ты просто с ним не сталкивалась лично. Вот Дарья Шарипова познакомилась с планктоном, можно сказать, собственноручно, и готова рассказать о нем абсолютно все. И давайте посмотрим следующий сюжет. Он как раз об этом. Клады и исторические артефакты, рыбы и черепахи. И то, что можно разглядеть только под микроскопом. Что видит человеческий глаз? Лишь прозрачную гладь бухты, киснующих туда-сюда маленьких рыбок. На самом деле, лишь в одном миллилитре морской воды живет более миллиона бактерий и около 10 миллионов вирусов. Среди такого богатства одноклеточных рождается, влюбляется, размножается и умирает маленький зоопланктон с необычным названием копипод. Это микроскопические рачки. Это планктон, который является таким ключевым звеном в пищевых цепях, в морских и пресных экосистемах. То есть он питается водорослями, и им питается молоть рыб. Соответственно, от состояния этого ключевого звена зависит количество рыбы и вообще состояние экосистемы. Дарья Литвинюк работает в Институте Южных морей уже 13 лет. Недавно у научного учреждения появилось собственное исследовательское судно. Начиная с 2014-2015 года у нас проходит несколько рейсов морских экспедиций. По всем районам Черного моря, центральная часть моря, прибрежные районы, Кавказ и Азовское море. Размеры большинства копипод от 1 до 10 мм, так что поймать их не так-то просто. Поэтому в научные рейды специалисты берут с собой специальное приспособление. Дарья, это те самые сети, которыми вы вылавливаете планктоном, верно? Да, абсолютно верно. Это называются планктонные сети. Сеть Джейди, конструкции, наверное, 150 лет. Но по-прежнему она удобна, актуальна, практична. Это здесь сито, так называемый фильтрующий конус. То есть эта сетка опускается на определенную глубину и тросом поднимается наверх и фильтрует столб воды. Вода стекает, а все организмы, которые меньше ячейки сетки, остаются внутри и собираются в планктонный стакан. Из него пробы разливаются по банкам и подписываются. Время, дата и координаты. Важна каждая деталь. После рачков изучают под микроскопом. Вообще микроскопы для планктониста – это самый первый друг. Здесь как раз есть вот эта самая флуоресцентная лампа, которая позволяет мне работать с теми красителями, флуорохромными красителями, которые светятся так ярко и окрашивают живых моих любимых копипод. С темой о зоопланктоне Дарья в прошлом году выиграла международный проект популяризации науки, который проходил в Севастополе. Оказалось, что копиподы могут ломать себе ноги, болеть разными болезнями, но в конце концов погибать от неразделенной любви. Вот мне и предстояло исследовать так называемую естественную смертность зоопланктона, ну, так сказать, погрузиться в вечные проблемы бытия и небытия морских козявок. За 10 минут она так презентовала свое исследование, что сорвала самые громкие овации. Невероятно сложно. Так, чтобы тебя поняли люди, которые совершенно не владеют и не в этой находятся теми, не то чтобы даже области исследования, а просто вообще далеки от морской биологии. Наблюдать за жизнью веслоногих ракообразных Дарья собирается и дальше, только расширить территорию исследований. Она уже побывала в экспедиции в Арктике, теперь в планах покорить Антарктиду. А так как копиподы обитают почти во всех водоемах, тема для изучения у планктонологов исчерпывается нескоро. Дарья Шарипова, Андрей Псом, Данил Захаров. Утро нового дня. Прямо сейчас я рад представить нашего гостя, человеку по-настоящему легендарного. Ольга Сергеева, архитектор, реставратор, исследователь архитектуры Крыма. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро, Крым. Ольга Еленична, наверняка вы как человек всей душой, болеющий за архитектуру, за наше, скажем, наследие, архитектурное полуострово Симферополя. Вы знаете об этом все. И новость о том, что у нас хотят открыть настоящую школу и воспитывать своих реставраторов, вас обрадовала? Это радостная новость и не только для меня. У нас так получилось, что проектный комплекс у нас уцелел, и он уже не в зачаточном состоянии. У нас предприятие 35 человек. На конкурсе сохранения культурного наследия, на всероссийском, у нас серебряный диплом и бронзовый. Кстати говоря, бронзовый диплом – это Кенаса Караимская. А серебряный? А серебряный диплом – это чехот коллег Кенасы, проект, проектная работа. Он еще не осуществляет. В двух номинациях. Там номинации проект и реализация. Вот по реализации у нас бронзовый диплом за Кенасу. Извините, я вас перебью, чтобы, так сказать, зрители могли понять всю ретроспективу ситуации. Расскажите, как было в Советском Союзе, если… Система Советского Союза. Да, и насколько деградировала за последние годы, и как восстанавливается, возрождается. Во-первых, мы должны точно понять и никого не винить, почему так случилось. Да, была деградация. Вы понимаете, что государство, в котором мы работали последние 20 лет, оно не имело возможности. Реставрация – это дотационная, то есть она идет за счет бюджета. Поэтому она существовала. Вот Кенасу в Евпатории, Евпаторийскую сделали в это время, в этот период. То есть она существовала. Бахачитарский дворец поддерживали. Как могли. Но та система, которая была при социализме, она, конечно же, разрушилась. У нас были производственные подразделения по всем регионам. Керчь – реставрационный участок. В Севастополе обязательно был. Ялта – крупнейший участок. В Севастополе было перекрыто все пространство. Симферопольская, центральная была мастерская, на узловой 2, производственная база, кузнечный цех. Извините, перебью вас. То есть это все то, что восстанавливалось? То есть лепнина, элементы ковки, декора? Мы полностью весь цикл выполняли. Единственное, что лаборатория была в Киеве. Извините, еще раз перебью. Лаборатория – это, скажем, производство аутентичных штукатурок и так далее, да? Это как в медицине. Брали анализ и подбирали такой же состав. И художники тоже в Киеве остались. Поэтому сегодня художники у нас российские. А вот резчиков, каменотесов, чтобы кто-то камин сегодня сложил, знаете, это большая проблема. Большая проблема. Для того, чтобы реставрировать, нужно знать секреты старых мастеров. То есть, конечно, это в первую очередь производственная база. Но и надо. Они же еще живы, эти мастера. Они могут отдать свое мастерство. И Виктор Костриченко, и Сергей Канев. Но здесь есть еще специалисты, которые могут простажировать нормально. То есть мы очень рады этому событию. И я вам хочу сказать, что это знак, который говорит о том, что Крым… Вот он только сейчас вот себя начинает осознавать. Да, он как бутон разворачивается. Так видно, это так здорово. Беда была, да. Сергей Ульянович же неспроста такое решение принял. Сейчас идут российские специалисты на производство работ. Но они же не могут всех сюда командировать. Они командируют начальника участка, главного инженера, мастера, технолога. А набирают таково. На бирже труда, гастарбайтеры. И вот нарушили методику. И когда реставрация Воронцовского дворца происходила, раскрыли крышу. И она давала кусочек раскрывать. Ну, так идти кусочками. А раскрыли всю крышу. Она утонула во внезапно пошедшем дожде. И теперь там большие проблемы. Они еще не наступили даже. Это еще будет. Поэтому надо иметь свою школу. У нас ведь самая высокая плотность. Так же, как и в Украине у нас была самая высокая плотность памятников на единицу, на квадратный километр. Точно так же и в России. Поэтому. Какой город наиболее лидирует по этому показателю? Ялата. Да, куда ни плюнь, везде усадьба. Ялата. Она сплошь. Ну, а если говорить о объектах, которые выходят на мировой уровень по ценности, это, конечно, Керчь, это Севастополь. Это археология. Очень ценная археология. А сколько сейчас нашли пока? Нам, кстати, передвижная лаборатория. Вот как нужна по реставрации находок. Видите, оно в земле лежит. Вот металл. Как только раскрывает, он в порох превращается. Он начинает моментально окисляться. Должна быть передвижная лаборатория. Ну, вот в Судакской крепости, кстати, один из старых реставраторов, Владимир Лобанов, он сейчас занимается. Мы подтверждаем сейчас свою квалификацию. Да, ну, к нам относятся лояльно, я хочу сказать, с большим уважением. Мы не обижаемся. Ну, надо сказать, что действительно школа, которая была здесь, она очень серьезная. Одна из самых сильных, наверное, в Судакском союзе была. Конечно, потому что у нас большая практика. Ну, центры, такие как Самарканд, такие как Киев, такие как Москва, Санкт-Петербург, это центральный, у них и финансирование всегда было получше. Поэтому центры, нам за ними не угнаться. Спасибо большое. Я прошу прощения, время ограничено. И, ну что ж, я предлагаю перемещаться, сделать фотографию. Я еще раз хочу напомнить, что у нас сегодня в гостях Ольга Сергеева, легендарный человек, реставратор, архитектор. Пойдемте в нашу фотозону. Спасибо большое, всего доброго. Нет, мы еще с вами не прощаемся, позвольте. Да, мы еще будем делать фотографию. Самое главное, фотография на память. Вы же знаете, что просто так вы от нас не уйдете. Не отпустим. Не отпустим. Прошу, Ирина, становись на расстатной стороны. Хорошо. Камера прямо перед нами. Я вас обниму, да. Пожалуйста, улыбайтесь. Раз, два, три, цифра говорим. Раз, два, три, цифра. Все, спасибо. Первый полуфинал 23-го чемпионата официальной Крымской лиги КВН – событие долгожданное. Участники четырех команд начали подготовку к выступлению еще летом. Зрители, предчувствуя масштаб мероприятия, раскупили билеты за считанные дни. Ой, надеюсь, эта свадьба окупится. Кто зачем? Господи, все время забывать, что ты и вам дурак. Чтобы доказать зрителям и членам жюри свое юмористическое превосходство, команды импровизировали и выкладывались на всю, отыгрывая домашние заготовки. Так что на главной сцене Академического музыкального театра развернулась борьба не на шутку. Стиль дракона, стиль сапли, стиль пьяного мастера. Стиль пьяного мастера! Приветствие, разминка, биатлон и стем. При подсчете баллов после каждого конкурса и на сцене, и в зрительском зале возникала напряженная тишина. Отрыв между участниками был настолько мал, что преимущество раз за разом переходило от одной команды к другой. Удержать его удалось гостям из Москвы, женскому коллективу под названием «Не такая». Супер, кайф, восторг, радость. Я очень счастлива, что я тут выступила. Все очень классно, здорово, я повторяюсь, да? Солнечно, ярко, спасибо большое, Крым. Несмотря на свой юмористический опыт упраженного КВНщика, чемпиона высшей лиги Дениса Дорохова, впечатлений от игры не меньше, чем у участников. Я всегда за команды, и переживаю, и нервничаю, потому что сам прошел эту школу. Команды очень классные, они хоть и молодые, не титулованные, но в этом и кайф, наверное. Потому что это новое что-то, какой-то искрометный юмор. Конечно, было по-разному. Одни номера отыграли гораздо ярче, чем на репетициях, другие не дотянули. Но это атмосферу не испортило. По традиции, после игры бывшие соперники поделились опытом и пообещали друг другу снова встретиться на этой сцене. Изначально по итогам игры должны были определиться два победителя. Тем не менее, по мнению жюри, сегодня достойных оказалось три команды. Итак, уже вскоре, буквально через месяц, мы узнаем, кто же станет победителем всего этого действия. Стефан Филатов, Руслан Хохлов. Утро нового дня. Ну что ж, мы с тобой будем не мы, если не разбавим это солнечное утро, немножечко пикантными и даже где-то острыми новостями. Вообще, известно, что вандализм – это одна из форм деструктивного, девиантного поведения человека, когда могут оскверняться даже памятники культуры и архитектурные сооружения. Так вот, мы подготовили для вас, дорогие телезрители, видео, где ребята, жители нашей крымской столицы, а именно города Керчи, вот они совсем скоро появятся на этом видео, да, и будут трясти, я бы сказала, и бить ногой. Это, конечно, не памятник, но все же одно из сооружений, которое находится на улицах города. Совершенно непонятно, для чего это нужно делать. И вот у меня всегда тоже было интересно и непонятно, зачем. То есть это какой-то бунт, это протест, или это просто не совсем нормальное состояние, скажем так. Я очень долго размышлял, почему у нас так происходит. В частности, эта тема меня глубоко трогала всегда, глядя на нашу набережную до реставрации, что побуждает людей ломать. Я думаю, что ответ на самом деле это на поверхности. Люди просто не понимают, они думают, что это все ничье. Ну вот поломал, поставят новое. А не понимают, что город Симферополь или любой другой город, это... Общее достояние, наша ценность. Он общий, и все, что в нем есть, оно принадлежит каждому из нас. И поступать так, ну это просто не по-настоящему деструктивно. Но я думаю, что это вопрос просто того момента, когда поколение просто потерялось в начале 90-х годов. И, ну в общем, одним словом, это все философия. Я предлагаю от философии перейти к реальным фактам, которые готов доложить реальный корреспондент. Александр Кононов с нами на связи. Доброе утро, Саша. Доброе утро, Саша. Я сейчас стою на перекрестке Воровского-Шмидта, где уже организовалась довольно-таки сильная пробка. Я сейчас вам ее покажу. Постараюсь показать поближе, если получится. Вот, обратите внимание. И поэтому хотелось бы рекомендовать абсолютно всем, кто не хочет опаздывать на работу. Ну или как-то этого избежать. Совет очень простой. Выходите пораньше, и вы тогда успеете. Но если вы уже где-то находитесь в дороге, обязательно попробуйте использовать различные мобильные приложения. Это позволяет выбрать наиболее короткий и наиболее удобный путь передвижения. Исключая фактически все пробки. Ну а если же вы уже застряли и двигаться вам некуда, вы включаете погромче музыку, наслаждаетесь природой вокруг вас. Конечно, природы в центре города маловато, но тем не менее, есть на что отвлечься, есть чем заняться. И, кстати, хотелось бы сказать вот что. Настоятельно рекомендую соблюдать скоростной режим. В городе он 60 км в час. Не нарушать. Ездить строго по правилам. И тогда все будет хорошо. Если же вы попытаетесь резко перестроиться из одного ряда в другой, то это чревато последствиями. И даже если вы уже опаздываете на работу, вы можете прямо-таки спровоцировать аварию и задержаться надолго. На этом мои полезные лайфхаки заканчиваются. И я передаю вам слово, коллеги. Спасибо, Александр. Спасибо большое, Саш. Спасибо. Мы двигаемся дальше. И я хочу разбавить немножечко снова наше солнечное утро японскими новостями. Но даже не новостями, а традиции. Кинзуки. Говори тебе что-то это слово. Я только покемонов знаю. А вот это именно название японской традиции склеивания разбитой посуды лаком в смесь с золотистой такой золотой пудрой. Знаешь, что самое интересное, это не просто, да, японцы придумали, что вот разбиваешь посуду, потом берешь, склеиваешь, и вот такое вот у тебя произведение искусства. А это приурочено к традиции, к философии. Даже я бы сказала, в аби-саби так называется. И суть в том, что люди, да, вот японцы, они очень сильно обращают внимание на недостатки ближнего и принимают их. То есть мы все, они, как говорится, не без минусов, не без каких-то нюансов. И вот этот момент склеивания, то есть как знак принятия в другом того, что... Ну, того, что... Легких недостатков. Да. Вот. И как по мне, то это замечательное качество. Когда ты принимаешь другого человека таким, какой он есть, вот, это прекрасно. Мне кажется, это основа любых гармоничных отношений в любом их роде. Ну вот, отношения, давайте перейдем к интернету. Новости интернета прямо сейчас для вас, друзья. Селфи любят делать все. Даже животное. Вот эта милая лама решила, что без нее фотография девушки будет не такой эффектной. И приняла участие в каждом кадре. Да и девушка явно не была против такой напарницы по фото. Словно главный герой из игры Марио, молодой трюкач с легкостью преодолевает ряд препятствий. Может и жонглировать, идя по канату, и на скейте прокатиться, делая сальто, и даже на автомобильных колесах пробежаться. В общем, катается, как сыр в масле. Люси Хьюз из Великобритании изобрела пластик, который разлагается вместо ста недель всего за шесть. Материал состоит из рыбьей чешуи и красных водорослей. Такие пакеты не требуют специальной утилизации и экономичнее в производстве. Кажется, у планеты появится шанс. Настоящие музыканты всегда найдут, на чем сыграть. Трое парней сделали кавер на популярную песню группы Нирвана. Казалось бы, ничего необычного. Вот только использовали они при создании композиции не профессиональные, а детские музыкальные инструменты. От оригинала практически не отличишь. Фокусы, ловкость рук и никакого мошенничества. Поменять цвет банки от чипсов с красного на синий или превратить жевательную резинку в шоколад? Легко. Этот парень точно умеет удивлять. Ловись, рыбка большая и маленькая. Если вдруг вы собрались на рыбалку, но у вас нет удочки, не беда. Главное, чтобы ковш от эскаватора оказался под рукой. Страшно подумать, с чем же эти парни идут на охоту? 165 лет назад произошла крупнейшая битва на Крымском полуострове. И именно об этом мы сегодня будем разговаривать с нашим гостем. Итак, у нас в студии Елена Латышева, доктор исторических наук, профессор, завкафедра документоведения и архивоведения исторического факультета Крымского федерального университета. Доброе утро. Доброе утро. У нас тепло, солнечное. Надеюсь, такая погода постоит. И для конца октября, по-моему, просто чудное. Если предположить, что где-то в это же время происходило сражение, температура была значительно прохладнее. И я думаю, что приходилось значительно сложнее. Хотя само сражение начинается 13-го, если я правильно помню. Октября разница в переводе лета исчисления. Не лета исчисления, а вот дней. И, естественно, это начало октября, а не конец, как мы сейчас себе представляем, из-за изменения. Старого нового стиля. Да, старого нового стиля. В целом, сражение считается самым удачным на протяжении всей Крымской кампании. До этого периода времени. В двух словах. Крымская кампания. Вообще, из-за чего-то суть дела произошла. Это Восточная война. Считается, что это Восточная. И называют в Европе ее Восточная война. Мы называем, ну, в целом это Восточная, но часть, которая к нам ближе, это Крымская. Именно те сражения, которые происходили на территории Крыма. Крымская война. Все происходило из-за передела практически зон влияния, если это так, в общем сказать, между Турцией и Российским государством. Но заинтересованной стороной Турции выступала Франция, Англия и Королевство Сардиния. Вот сардинцы, да, мне очень нравится это выражение. Ну, естественно, в Крыму были турецкие войска, французские, английские. И они участвовали в сражении в этом. Ну, как мы сказали, как вы сказали, это была одна из, пожалуй, единственная удачная битва, в которой наши войска победили. А почему, в принципе, это неудачно сложилась война? И, насколько я помню, это вообще послужило в определенном смысле окончанием власти Александра Николая Первого. Он очень переживал, войну он не выиграл, а его наследник Александр Второй принял это бремя. Ну, дело в том, что вся война показала отсталость государства российского. И вот как раз-таки после неудачи в этой войне начинается переустройство и реорганизация. Проведение железных дорог, изменение понимания о развитии государства в целом. Ведь проиграли отчасти, потому что доставлять не могли вовремя. В том числе боеприпасы. Территория огромная, расстояние огромное, и быстро это делать не получалось. Но здесь еще и отсталость промышленная. У англичан паровые, да, суда на паровом двигателе. И, по сути, вот эта восточная компания, это последнее было сражение морское, вот в самой этой компании на парусном флоте. Последнее, причем оно для России было очень успешным. Но вот сама крымская компания, часть, она была неудачной. Из-за отсталости, инфраструктуры, развития техники, да, в целом, всей системы. И пришлось ее пересматривать. Вот я даже знаю, что это была определенная такая яркая нота в крымской жизни, потому что именно тогда впервые проложили первую крымскую дорогу железную. Вот в Балаклаве англичане, где базировались они. То есть, смотрите, какой был подход у англичан, да? Они понимали, что вы не сможете долго воевать, понимались. Представляете, Балаклаве высадили, хотели Балаклаву, поселок, где было 200 человек проживало. И вдруг там появляется 3 или 4 тысячи достаточно образованных, грамотных, часто элитной части, да, офицерства английского. Все двигается, все шумит, огромное количество товаров, куча работы, прокладывают дорогу. То есть, наверное, это был, ну, с этой точки зрения, золотой век Балаклавы. Такое развитие. В один прекрасный момент захватили, да? И начинается движение, потому что нужно было построить, обустроить, доставлять, размещать, привозить. Конечно, вот Балаклава в тот период, наверное, для этих 200 человек весь мир перевернулся. И англичане умели это выстраивать и делали очень грамотно и быстро. В этом смысле вот уступало. Ну, вот касательно англичан, я знаю, что это событие дало миру такой термин красивый, тонкая красная линия. Ну, это шотландцы, да, которые, ну, надо отдать должное, вообще шотландцы были всегда прекрасными воинами. И здесь это подтверждается. Отряд был небольшой, стояли они в середине, из-за красных мундиров. Вот так, даже полотно есть очень известное, сейчас, к сожалению, выпало из памяти художник. Мне кажется, женщина написала это полотно, где вот прям в ряд... Должны были стоять в четыре колонны, если я правильно понимаю, стояли в две, да. И они, в принципе, сопротивление оказали очень значительное. Через них русская кавалерия пройти не смогла. Им пришлось обходить их, ну, с флангов. Погибло тоже очень много. Но вот они показали пример мужества, просто героизма. Хотя все сражение – это героизм, да, с обеих сторон. Здесь нельзя говорить о том, что это русский, такой героизм какой-то особый, да, или особый был английский, или французский. Сражение было очень жестокое, очень кровопролитное, с огромными потерями с обеих сторон. Но вот в данном случае россияне потеряли меньше. И это было тоже единственное сражение во всей Крымской войне, где меньше потеряла русская сторона. Англичане потеряли в легкой кавалерии практически всю свою элиту. Почему? Очень долго они преподносили это событие как отважность, героизм, подвиг именно вот кавалерии английской, пытаясь скрыть о том, что это, в общем-то, их недочеты, да, их проблемы вылезли в управлении, в командовании, в стратегии, в проведении тактических каких-то мероприятий, то есть вот в своих проблемах. И только где-то в середине 20-го столетия ситуация начинает меняться, и они начинают трезво оценивать соизмеримость, как бы, получения результата и потерь, которые они понесли. Но это происходит, смотрите, через 100 практически с лишним лет. Ну, насколько я знаю, все равно это событие, битва ее, скажем, благоприятная для российской армии, результат стал определенным моментом, который не позволил захватить Севастополь. Насколько было важно не сдать город? Не то, что не позволил или позволил. Скорее, здесь надо говорить о том, что почему-то, пока до сих пор, я несколько точек зрения слышала, неуверенность главному командующего, или он боялся, что, может быть, его отрежут от Севастополя, он не сможет вернуться, он не завершил, или не дошел до конца, он не смог захватить Балаклаву. В принципе, для чего это событие все и затевалась эта военная кампания, да, именно в данном отрезке? Он не смог, не завершил, и как бы он победил. Но это не было тем решающим, не знаю, камушком, звеном, которое бы помогло потом и Севастополю в том числе. Да, может быть, это двинул, да, может быть, немножечко улучшил ситуацию. Но кардинально это не изменило ход военных действий, и не повлияло на результат. Елена Владимировна, к сожалению, время истекает. Я бы хотел вас попросить напоследок сказать, чему же нас учат эти уроки истории? Ну, уроки истории. Вообще, затевать какую-либо войну всегда неправильное решение, да. А если это еще война по вашей территории проходит, это трагедия для государства. Поэтому любой руководитель разумный должен, государство, будь то в том периоде император, должен был думать, что война – это всегда потери, это проблемы. И она не всегда заканчивается выигрышем или положительным результатом, да. И своя территория, если подвергается нападению, это вообще трагично. Мы с вами это потом в истории еще неоднократно увидим, да. А все предполагают, что война будет где-то на чужой территории. В результате мы получили Крым, войну в Крыму, по сути, оккупацию Крыма, да, и со всеми вытекающими последствиями. И проигрыш вот в данном, в данном, в этой Крымской войне, потому что там было несколько, да, этих военных компаний именно в Крыму. Большое вам спасибо. Спасибо большое, да, спасибо, что пришли к нам, пообщались. Спасибо большое. А мы напоминаем, что на студии была Елена Латышева, доктор исторических наук, профессор завкафедры документоведения и архивоведения Исторического факультета Крымского федерального университета. Еще раз спасибо вам большое, да. А мы двигаемся дальше и хотим предоставить вашему вниманию следующий сюжет, который… Следующий сюжет, который подготовил Александр Кононов. Сумка, зонт, ручка, фонарик – это вовсе не вещи для командировки, а универсальные средства самозащиты. Конечно, неподготовленному человеку вступать в схватку с грабителем не стоит. Слишком велика вероятность поражения. Поэтому главная задача – хотя бы на несколько секунд остановить или шокировать нападающего, чтобы сбежать. Наиболее эффективные зоны для нанесения таких ударов. Такими зонами являются ключица, ключица, то есть можно работать. Это очень болезненно, это всегда останавливает. Это суставы рук, это если вас нагнули, если вы закрываете голову руками, можно наносить такие же удары по ногам и по коленям. Это очень имеет останавливающие действия. Есть серьезная зона, которая останавливает потенциального противника – это паховая область. Достаточно разогнуть руку отсюда из состояния защиты, из такой стойки. И ударить снизу кулаком в паховую область. Уже этого будет достаточно для того, чтобы вырваться из рук преступника и уйти. Не рекомендуется применять холодное оружие в качестве самозащиты, иначе в случае судебного разбирательства придется доказать, что вам действительно угрожала серьезная опасность. К тому же вы можете так же легко травмировать и себя. А вот если в кармане у вас завалялись мелкие деньги, то это другое дело. И для того, чтобы быстро дистанцироваться от нападающего, можно всегда кинуть ему в лицо эту мелочь. А если под рукой совсем ничего нет, в таком случае можно использовать обувь. Подходят для этого женские каблуки, особенно если наступить противнику на пальцы. Важный момент – глаза. Глаза противника, конечно же, если вы его хотя бы на время лишите зрения, то это уже будет иметь серьезный эффект. Вы просто кидаете на лоб руку и опускаете резко вниз пальцы. То есть таким образом получается шлипок по глазам, и на некоторое время противник теряет зрение. Все же на всякий случай никогда не будет лишним иметь при себе дополнительные средства защиты. Например, фонарик или мобильный телефон. На данный момент самым эффективным средством самозащиты из доступных является газовый баллончик. Но всегда стоит помнить, что он должен быть у вас под рукой. Продаются они без лицензии, имеют несколько типов распыления, человеческой жизни не угрожают, но позволяют эффективно дезориентировать преступника на некоторое время. Легко помещается в женскую сумочку. Позволяет его применить с дистанции, и, соответственно, не нужно вступать в контакт с противником. Распылили газ в направлении противника и убежали. Старайтесь избегать потенциально опасных мест, неосвещенных улиц, темных подъездов и шумных кампаний. Если на вас напали, громко кричите, чтобы шокировать преступника и привлечь внимание окружающих. Помните, лучший бой – это тот бой, который не состоялся. Александр Конов, Максим Турчев. Утро нового дня. Ну что ж, я предлагаю присоединиться к нашим коллегам из новостной редакции и узнать, что же у них там. Анна Нечуговская в студии. Доброе утро, Анна. Доброе утро. Доброе утро, коллеги. Что у вас на повестке дня? Чем сегодня обрадуете наших телезрителей? Да, конечно, пятница обещает быть информационно насыщенной. В двух регионах Крыма – Симферополь и Армянский. Сегодня пройдет конкурс на замещение должности главы администрации. Кроме того, мы расскажем, как идет подготовка танков к зиме и как в республике будут праздновать День сельскохозяйственного работника. Об этом и не только. Смотрите на телеканале Крым-24. Не переключайтесь. Большое спасибо. Нам остается пожелать вам только хорошего эфира и бодрого дня. Спасибо. Ну что ж, наш эфир подошел к концу. Целых два часа в прямом эфире для вас работали Александр Ткачев и Ирина Борилек. Дорогие друзья, мы с вами прощаемся, но ненадолго. Буквально на следующей неделе вновь утро нового дня будет скрашивать ваш досуг с 7 до 9 утра на двух телеканалах Первый Крымский и Крым-24. Обязательно присоединяйтесь к нам, а мы сделаем все, чтобы вы были бодрыми, веселыми, а главное, хорошо проинформированными. Ну что ж, хорошего дня и самое главное – хороших выходных. Пока-пока. Пока. Субтитры подогнал «Симон»!